Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я рада вас приветствовать! Надеюсь, меня хорошо слышно и хорошо видно. И я очень довольна, что мы сегодня все с вами здесь собрались. Вижу, что трансляция пошла. И поприветствуйте меня, из каких же городов вы пришли. У меня сегодня волнительный день, потому что мы сегодня действительно с вами начинаем. Начинаем с вами замечательный наш марафон. Эхо, да? Странно. Вроде не должно быть эхо. У меня везде выключен звук. Давайте, как со звуком? Сейчас мне Юра даст обратную связь. Никакого эхо вроде бы. Минск, Щелково, Москва. Краснодар с нами, отлично. Мичиган, боже, Ларисочка, очень рада. Владимир, Ростов-на-Дону, Пермь. Всем-всем доброго дня, точно, да. Смотрите, у меня волнительный день, потому что мы с вами запускаемся в большой, грандиозный, серьезный годовой проект, слушайте. Ну, может быть, кто-то с нами будет 3 месяца, кто-то 6, кто-то 9, а кто-то по полной программе. Я только вчера отпустила большую группу, но для такого формата общения, там фулл контакт был, это большая группа 100 человек. И меня вчера девчонки прям очень сильно порадовали, я видела, конечно, какие у них результаты. Курс трансформации тела у нас вчера закончился, трехмесячный проект. И если вы хотите, я сегодня этими результатами, конечно же, похвастаюсь и поделюсь, потому что, боже, если за 3 месяца девочки имеют такие результаты, то что же у нас с вами получится за 3, за 6, за 9 и за 12 месяцев. Напишите, кто сколько месяцев с нами, кто 3 месяца, кто 6, кто 9, а кто на полную катушку, прямо с передачи знаний по наследству и всем соседям. Кстати, вчера разговаривала с девчонками, вот 9 месяцев, отлично, 12, отлично, боже, молодцы. И все начали уже влазить в тарелки других людей. Все девчонки, которые прошли курс трансформации трехмесячный, они уже знают, как корректировать способ жизни и питания других людей. У одной моей студентки муж отдал 13 килограмм, артериальное давление снизилось до нормального, сошел с таблеток. У другой студентки, у мамы были высокие сахара 8, а стали нормальные 8, даже 9, а стали нормальные 5 и 5. То есть девочки начали просто нереально крутой процесс по трансформации не только себя, их фотографии-то я вам сейчас покажу, но еще и семей. А у нас с вами, да, да, спасибо вам большое, а у нас с вами сегодня, почему еще выполнительный день? Потому что мне нужно собрать с вас результаты, да, ваши достижения за целую неделю работы. На этой неделе вы смотрели подготовительное видео к большому блоку, который белковый блок, самый главный блок. Разберись, как не стареть. Этот блок позволяет понять, как строить мышечную массу, как строить костную массу, как строить коллагенчик, коллагенчик, коллагенчик. В общем, это очень серьезный, большой, глобальный блок, и я очень рада, что вы посмотрели видео. Кто посмотрел видео? Кого вдохновили бразильские бабушки, которых я показывала в конце видео? Кто хочет тоже быть бразильской девочкой, бразильской девочкой? Ну, я не знаю, прям про бабушку не знаю, они как бабушки-то не выглядят, да? Вот, вот моя задача, я тоже хочу быть бразильской бабушкой, в 100 лет бразильской бабушкой, в 120 лет бразильской бабушкой. Отлично, вижу, что вы меня слышите, и все хорошо. Теперь смотрите, что у нас сейчас будет. У меня прям тут есть очень серьезная такая бумажечка, я прям запаслась. Что у нас сейчас будет по регламенту? Я сейчас спрошу, у кого есть чем похвастаться, спокойно. Потом я спрошу, у кого есть чем, что пожаловаться. Мы с вами вместе определим победителя первой недели, первой недели. И что мы еще с вами сегодня сделаем? Тут есть у нас совсем новички. Девочки, кто проходил 9 секретов идеальной фигуры? Напишите девяточку в чат. Кто проходил закрытый интенсив, туда только новые должны были попасть. Мои слушатели, куда они должны были попасть. 9 секретов идеальной фигуры? Поставьте девяточку, потому что в конце эфира я вам обещала подвести итоги конкурсов, которые были в рамках того интенсива. Написать отзыв и пролайкать. И мои помощники сейчас прям вот готовят эти результаты, поэтому оставайтесь с нами, сейчас будет очень интересно. А на следующей неделе я расскажу о битве стройности, потому что мы, наша команда, мы понимаем, что у нас 12-месячный марафон, 6-месячный марафон. Понятно, что нужно много мотивации, поэтому мы будем устраивать битву стройности. Сейчас мы соберем лучшие результаты моих учеников, я вам уже их сейчас начну показывать. И те, кто через 3 месяца сделает, перебьют результат моих учеников, перебьют результат моих учеников, лучше сделает результат, те получат участие в вип-модуле марафона перерождения, а он сейчас стоит 45 900 рублей. Вот, представляете, участие в вип-модуле. Это на все 12 месяцев мы будем с вами. Поэтому не переключайте нас, оставайтесь с нами. Итак, давайте я готова прям вам задать вопрос. Скажите мне, пожалуйста, милые девоньки, я бабушка, которой 17 наоборот, отлично, да, отлично, а мне 23, отлично, отлично, боже. Кстати, еще один такой технический вопросик, девушки, а кто заметил, кто нам на добровольных началах, совершенно на добровольных началах помогает в чате Телеграм? Кто нам помогает в чате Телеграм? Как зовут эту замечательную девушку? Кто, прям вот как саппорт работает, всем все объясняет, все повторяет, имеет бешеное количество опыта и трудолюбия какого-то. Вот, да, Ярослава, Ярослава, Ярослава. Я вам просто вот очень благодарна и прям примите от меня все благодарности. Я, конечно, я, конечно, и по-другому. Мы с Юрой уже договорились, как вас отблагодарить. Спасибо вам большое, Ярослава, вы нереальные. И вы знаете, мне на пути встречаются разные люди, вот, и всегда хорошие люди, но есть люди, которые просто, вот знаете, от чистого сердца столько работы делает, просто невероятно. Ярослава, спасибо, спасибо, у меня прям слезы на глазах. В общем, мы сегодня еще переговорим, хорошо, да, Ярослава? Спасибо. Итак, девчонки, скажите, пожалуйста, у кого есть чем похвастаться? Напишите, пожалуйста, у кого есть чем похвастаться? Что это было? Насколько вам хватало белкового этого завтрака? Потому что домашнее задание было, перестало. Насколько вам хватает этого белкового завтрака? Раз. Вкусно вам, невкусно? Это два. Хватает ли вам, ну, как бы, вариантов? Или вы сидите на одном и том же завтраке? Это три. И у кого есть отвес в килограммах и в сантиметрах, и в сантиметрах. Тоже пишем, пишем, пишем. Сначала, да, я тоже сначала подумала, что Ярослава наша сотрудница. За неделю минус 5 сантиметров в талии. Вау, Марина, боже. Было 64, сейчас 60. Что ж такая стройняшечка пришла к нам? Талия минус 3 сантиметра. Так, один сантиметр противовиала в объеме живота. Отлично. Ларисочка, уже хорошо. За две недели с 79,5, ого, до 73 килограмм на одном завтраке за две недели? Вы что? У меня ушел объем на 2 сантиметра, пока не взвешилась. Обязательно перед сегодняшним эфиром всегда взвешивайтесь. Минус 2 килограмма, минус 2 сантиметра талии. Слушайте, видимо, чем больше группа, тем круче результаты. Олечка, молодец. Талия, ой, не успеваю. 2 килограмма 400 грамм, минус 800 грамм за неделю. Хватает на 5 часов, Юлия Кондратьева говорит завтрака. Завтрака хватает на 4 часа. Ничего, подождите. Побочный эффект сейчас спрошу. Нет изменений. Мы весь снизился на килограмм. Завтрак хватило на 6 часов. Я удивляюсь. Трата, я не успеваю читать. 0,5 килограмм, 1 сантиметр в талии. Подтянулось тело. За неделю минус 600, 2 сантиметра в талии. Отлично. За неделю 2-300 объемы. Супер. 600 грамм, минус 2 килограмма. 2 дня после ваших уроков, минус 2 сантиметра. 4 часа вкусно одно и то же. Только тем могу похвастаться, чтобы просто больше белка появилось в рационе. Это очень хорошо. Стал. Так, не успеваю. Нет изменений. Минус 1,8. Талия 5 сантиметров. Завтрак поменяла. Минус 1 сантиметр. 1 за неделю минус килограмм. 1 сантиметр в талии. С мая только белковый завтрак. Другие проблемы. Сейчас проблемы тоже пообсудим. Хватает на 4-5 часов. За время ушли 1,7 килограмм. Надеюсь, не вернутся. Так куда же он вернутся? Куда мы их не вернем? Белковый завтрак охватает на 3 часа. Прибавила за неделю 400 грамм. Талия плюс 3 сантиметра. Зато бедра минус 3. Так, это что-то не туда. Да, смотрите, если вы распустили себя по белковому компоненту своего рациона, значит углеводики нужно подобрать. Мы типа это еще не учили, но мы скоро, очень скоро, мы это будем учить. Пока уберите крахмалы из пищи на время, пока мы дойдем до расчета рациона. От белковых завтраков море энергии не тянет на сладкое. Талия минус 3. Хватает на 4 часа завтрак. Готовлю дня на 3 сразу. Нет возможности каждый день. Минус 2 килограмма, минус 4 талии, 4 бедра, 6 в груди. Улучшилось самочувствие, увеличилась энергия. Боже, такая простая вещь. Белковый завтрак. Какие проблемы? Да как же меня найти? Вот же я вам, Наталья. Вот, минус 0,9 килограмм, пока все на месте. Талия минус 3 сантиметра за неделю, пока все на месте. В талии минус 4, бедра на 2 сантиметра. Молодец. За 3 недели талия минус 3, вес минус 2. Нереально крутые результаты. Сегодня еще минус 30. Итого за неделю минус 2,7. Талия минус 2. Пока нет изменений. Так, хорошо, девушки, круто. Извините, кого не прочитала. Теперь внимание, внимание. Посмотрите, какая легкая трансформация. Вы сытые? Вы сытые. Вас не тянет на бесконечные перекусы? Вас не тянет на бесконечные перекусы. У вас больше энергии. Ну, кстати, так не у всех, сейчас обсудим. У вас больше энергии. А можете ли вы в таком режиме завтраковом провести весь остаток своей жизни? Да это не сложно. И если такое маленькое изменение дало такие крутые результаты, то чем мы занимались все это время до? Да, давайте дочитаю. Ну, мы стройнеем. Мы не худеем. Худеем от слова худо. Да, мы прям стройнеем. Один килограмм. Живот минус 2 сантиметра. Талия минус 3. Завтрак белков уже давно применяю. Но сейчас убрала дружевую хлеб и ограничила сладости. Италия минус 3. Молодец. Вот правильное движение. Наташа Новгородова. Вы хотите в мою группу? Это у нас группа. Это проект, который длится целый год. Я в конце расскажу, как там маленькое количество людей может попасть еще туда, потому что доступ в проект уже закрыт. Или я вам предложу другой. Завтрак захватает на 5 часов. Объем живота минус 6. Бедра минус 5. Давно 3 года на белковом. Но минус 500 грамм. Отлично. Это, наверное, групповая динамика. Пока все на месте, но наедаюсь на 3 часа. Чувствую себя хорошо. Скажите, у кого исчезла необходимость в перекусах? Плюсики. Бедра минус 1. Объем груди минус 2. Жир уходи, кроме груди. Хочется больше. Подождите, мы только начали. Так, хорошо. Энергии не больше. После завтрака спать хочется. Вот сейчас я, ну, как бы, другие моменты поспрашиваю. Живот минус 3. Да, смотрите, перекусы это хорошо тогда, когда, вот если вы не можете дожить между завтраком и обедом, между обедом и ужином, и когда вы сделали перекусик, у вас на обед пол слона влазит, а не целый слон, понимаете? Вот если себя держать на силе воли, только позавтракал и ждем обеда, а так есть хочется, что на обед всего слона съел. Вот тогда оправдан перекусик. И когда вы даете нормальный белковый завтрак, не запускаете углеводные качели с самого утра, соответственно, вы получаете ситуацию, когда вы не нуждаетесь в перекусах. Так, теперь внимание, у меня пропали перекусы, пропали отеки, Рома, отлично, необходимость перекусов отпала, но после обеда хочется спать. Сейчас, сейчас я соберу еще негативчики, тоже же будут. У меня исчезла необходимость перекусов, похолодало, поэтому хочется больше есть, согласна. Три дня ела крупы, как только перестала из-за аллергии, словила гликемию, гипогликемию, да, на минут 20. Тошнота и болела голова, но попила воду и стала лучше, поэтому лучше есть белок, согласна. У меня плюс 3 с весны на белке гипотириоз. Может быть мне наоборот нельзя белок? Вам нельзя не белок, вам нельзя углеводы при гипотириозе, тем более не нужно углеводы кушать. Но это не сегодняшняя тема. После творожного хочется перекусить. Попробуйте убрать творожный, потому что там высокий инсулиновый индекс, мы будем это разбирать обязательно. Попробуйте заменить яичным, там курочка, вот, ну другими видами завтрака, так? Талия минус 4, плечо минус 3, вес хорошо, пусть стоит. Главное, что у вас объемы пошли. Это значит, что вы запустили, Татьяна, липолиз, липолиз запустили, великое таяние жиров. А мы про углеводы еще ничего не говорили, а вы его уже запустили. Еще строже отношусь к углеводам. Талия, видимо, минус 2 см. 84 см. Ирине осталось дубинской убрать всего лишь 4 см. И мы будем хлопать ей, потому что она выйдет из метаболического синдрома. Вечером есть хочется, как не есть на ночь. Сейчас, сейчас, сейчас буду говорить. На обед слона плюс слоненок, я поняла. Тогда перекус оправдан. До ужина все прекрасно, но на ужин готовы умяты. Подождите, мы до ужина еще не добрались. Спокойненько. Мы туда обязательно дойдемся. Так, хорошо. Теперь. Углеводы не ем, книгу прочитала. Молодец. Завтрак из яиц хватает на 3-3,5 часа. На твороге поменьше, да. Ну, вот значит, ваш яичный. Хорошо. Уменьшилась опухоль колена. Первые дни самочувствия было немного странное. Головные боли к концу недели выровнялись. Больше энергии. Хорошее настроение. Выше работоспособность. Хорошо. Девчоночки. Теперь скажите, пожалуйста, кто хочет мне пожаловаться? Вы видите, насколько хорошо работают белковые завтраки, да. Но теперь кто хочет пожаловаться? У кого что не так? Давайте. И это уже будут вопросы на самом деле, на которые нужно действительно дать разъяснение. Давайте. Теперь мы жалуемся. Все коллективно жалуемся. После белкового завтрака рыба, зелень, помидоры день не хочется есть. Аппетит просыпается к ночи. Да, потому что к ночи, Вера Миронова, естественный всплеск уровня инсулина на самом деле. И тогда инсулин подбирает из крови глюкозу по клеточкам и такой вечерний жорик. Он начинается примерно в 18-19 или в 20-00. Знайте, что это проделки инсулина и это обязательно закончится. Вы просто мне скажете, когда это закончится у вас. Внучки, подождите, завтра не успела. Прошла мимо десертов с легкостью. Мне нравится, какашки тонут. Ага, будет скоро эта тема. При повышенном холестерине можно яйца. Читала рандомизированные, большие, крупномасштабные исследования. Люди, которые едят яйца, у них не растет уровень холестерина. И у них не выше смертность от инсультов, инфарктов. Не надо переедать яйца, потому что может быть аллергическая реакция. Но и игнорировать их не надо. Как можно смотивировать инсулин 25? Не хочет есть белок. Ой, пусть он приходит на наши эфиры, потому что мы здесь очень много всего обсуждаем. Так, очень быстро идет. Не по нему, почему в талии и в бедрах минус один, но объем живота плюс один. Иногда, Татьяна, когда подплавили жирок, животик начинает немножко подвисать. Поэтому животик, как самая выступающая часть туловища, он может немножечко подвисать. И это вы можете видеть. Вечерний жорик отменим немножечко попозже. На транслитерации не успеваю читать. Если чувствую, что вечером кушать хочется, ем овощи. Это правильный выбор. Дальше с хромом иногда очень тянет на сладкое. Это еще не установленные углеводные качели. Белковый завтрак, прибавка за неделю плюс 600. Ой, не успеваю. Такие серьезные вещи вы мне пишите. Белковый завтрак, через силу белковый завтрак и прибавка за неделю плюс 600 грамм. Ужину не позже 19, за 4 часа до сна. Лайн, что было обычно? Какие завтраки вы использовали обычно? Через силу завтракать не надо. Если вы проснулись и у вас есть время дома, Лайн, то вы можете просто дома погулять. Не обязательно проснулся и сразу завтракать. И только перед выходом на работу, из дому, на прогулку, я не знаю, куда вы ходите, вот тогда сесть и позавтракать. То есть дождаться пищеварительных ферментов, дождаться, когда захочется кушать. Единственное, что если вы просыпаетесь и сразу выходите на работу, вот тогда себя нужно заправить, потому что организм воспринимает это как голод, что вы проснулись, уже поехали на работу, вы уже где-то в стрессе, где-то вы прокоммуницировали, что-то сделали, а вы еще себе не дали ничего для построения тела. Для организма это стресс. Поэтому попробуйте. Не сразу проснулись и позавтракали, а если у вас есть люфт, время дождаться ощущения, что вам хочется кушать. Есть еще такой вариант. Взять с собой, с любовью приготовленный завтрак, и взять его с собой на работу, приехать на работу сначала покушать, а потом уже идти работать. Попробуйте вот таким вот образом. И мне отлайн нужно вес, рост. Лайн, давайте вес, рост и какие раньше были завтраки. На ночь я просто объедаюсь. Вера, углеводные качели останавливаются не вдруг, потому что вы с углеводными качелями живете какой-то промежуток времени. Спокойно. Это все встанет на свои места. Мы запустили очень интересный процесс. Мы запретили с утра иметь себе углеводные качели. Но они раскочегариваются в течение дня. Но это уже не такое, что в начале дня и в конце дня одинаковые углеводные качели. Да, инсулин имеет определенный пик, но мы его погасим. И чем ниже у нас будет инсулин в крови, в пределах нормы, но ближе к нижней границе нормы, тем легче вам будет отказываться от крахмалов, от углеводов, от того, что при передозировке переводится в жир. Жалоб нет. После завтрака через 3 часа ложусь спать. Это мало энергии, Татьяна Борисова. Это раньше вы были на углеводистых вещах. Углеводы – это чистая дармовая энергия. А тут вы просите организм. Миленький организм. Слушай, ну у меня есть вот здесь килограмм лишнего жира, и здесь килограмм лишнего жира. Залезь в жировое депо, извлеки оттуда этот жирок и брось их на мембраны митохондрии, пусть сожги на митохондриях. Я получу крутой результат. У меня прям талия будет тоненькая, бедрышки красивые. И будет чем похвастаться девчонкам и бахтиной. Это же выгодно. Выгодно. А ты, миленький организм, тоже будешь в выигрыше, потому что когда сжигается одна жировая молекула, получается 131 батарейка энергии. Это просто офигеть, как много. Когда сжигается одна молекула глюкозы, всего 38 батарейчик энергии. 131 или 38, есть разница. Вот так с организмом и разговаривайте. Плохое пищеварение. Ага, Лига, плохое пищеварение. Мы с этим вот-вот начнем работать спокойно. Следующее контентное уже, прям серьезное видео, оно будет касаться белковые компоненты питания и белковые компоненты нашего тела. И вы начнете понимать, как с этим со всем работать. Спокойно, мы в процессе. В талии минус один, по весу плюс один. Если талия уходит, если объемы уходят, а вес нарастает, я иногда думаю, может быть, это мышечная масса. Может быть, Валентина Макарова включила физическую нагрузку. Валентина Макарова, ой, из Маркова, Маркова, извините. Может быть, вы включили физическую нагрузку. Когда вы включаете физическую нагрузку, быстрая пионерская ходьба или медленный пенсионерский бег, то у вас происходит некоторое нарастание мышечной массы. Но если минус в талии, это значит, все-таки липолис-то вы запустили. Но я так думаю. Напишите свой вес и рост, Валентина Маркова. Как нам на обед можно углеводы или крахмал? Мы только завтрак пока меняем, Леночка, потому что если поменять все сразу, меня завалит, вас завалит, а мы идем, знаете, курочка клюет зернышки по зернышку, а попа вон какая, да? То есть она нарабатывает свой результат. И мы нарабатываем свой результат, но мы в другую сторону. Мы по зернышку берем фактическую информацию, недельку отрабатываем на себе, и получается у вас по каждому навыку будет примерно 21 день отработки. 21 день отработки завтрака. Это у вас будет на автомате вообще. Вы можете, будете королева завтрака преподавать правильные завтраки. Потом у нас будет 21 неделя по белковой компоненте тела. Ну там чуть-чуть меньше, 21 день, чуть-чуть меньше. Потом мы разберемся в построении рациона, что нас ждет вот 3 ближайшие недели. Белковые компоненты тела и тарелки, постройка рациона, самая сложная тема. Я прям постараюсь ее вам так дать, чтобы у вас никаких вопросов не было. И третье контентное видео, полезнючее, это будет как работать с аллергиями, аутоиммунными заболеваниями, как допереваривать пищу. Вот. И это очень ценно. Это вот то, что ждет нас на этом блоке. Блок, посвященный белковой компоненте питания. Так, завтрака хватает? Чувства голода совсем нет? Так, а я просила жаловаться. Давайте уже жаловаться. А ничего не меняется? Завтрака хватает на 4 часа. Мимо фруктов не могу. Так, боже, очень много комментариев, и я пропустила. Сейчас, 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 сейчас. Я пропустила девушки. Живот стал тяжелый, воду пью, спорт 3 раза в день, стул в норме каждый день. Если живот стал тяжелый, Наталла Филимонова, может быть, чуть-чуть меньше белка на завтрак. Не 3 яйца, а 2 яйца. Не полкилограмма творога. Ну, я утрирую. Вот. Сделайте немножечко меньше, чтобы это для вас было комфортно. Не смогла получить рецепты завтрака. Ну, сделайте вы. Просто клацните и ждите оплату. Оплата 0 рублей. Все, закончила, Нина. И ждите. На почту придет вам, как зарегистрироваться в обучающем пространстве. Взять там завтраки. У меня обычно Жор просыпается в 23, спать ложусь в час ночи. Да, есть такая штука, шутка. А вот. Не вовремя лег спать и все, и переел. Как-то это интересно звучит, но я вам сказала так, как есть. Старайтесь спать ложиться сегодня, а не завтра. Это важно для коры надпочечников. Мы это с вами тоже будем проходить. Мы это в этом тоже с вами будем разбираться. Потому что у организма уже следующие сутки, и он, ясное дело, если вы долго бодрствуете, просит есть еще. Поэтому постарайтесь где-то в 22.30 включить мое видео, в уши поставить, и спокойненько под меня заснуть. Завтракаю в 11 часов. Раньше не хочется. А когда обедать и ужинать? А, нормально. Раньше не хочется, в 11 часов позавтракали. Вы потихонечку перейдете на обедо-ужин. Когда организм позволит, перейдете на обедо-ужин. И в целом, по большому счету, в самом конце, когда ваши организмы остановят углеводные качели, вы заметите, что вы перейдете на двухкратное питание. Этого будет достаточно. Завтрак, полноценный, нормальный, белковый. И обедо-ужин. Возможно, у вас между завтраком и обедо-ужином будет еще какой-то перекусик. И это не называется малоежка. Нет, это не малоежка. Вы просто за два приема пищи сможете дать своему организму все необходимое. Но насильно мы этого делать не будем. Наша задача не насильно делать. Молодец, Лариса. Пьем водичку, девушки. Льняная каша с ягодами и ложечкой меда. Льняная каша – это высокобелковый продукт. Ложечка меда – это одна ложечка. Я вам буду объяснять, почему одна. Чтобы не передозировать гликемический индекс, гликемическую нагрузку не больше пяти. Обычно не хочу завтракать, работая дома, ем после того, как захочу. Вот давайте перейдем опять на этот ваш режим. Захотели – позавтракали. Вы же дома. Вы же дома. Дома на самом деле комфорт и меньше энергии требуется организму. А если организм должен утром проснуться рано, а он не хочет войти там, все накрутиться, привести себя в порядок и выехать на машине или на метре на работу, это очень большие энергозатраты. Я тоже работаю дома и я жду, когда я захочу завтракать. Луны, да? Лайн или лун. Вот, давайте перестроим. Дальше. Если весь день не хочется кушать. Кушать все равно надо, потому что если весь день не будете кушать, то организм, он злопамятный и он начнет запасать. Тогда, когда начнете кушать, каждая молекула пойдет в жир, как запас, потому что что думает организм? Мы не знаем, говорят клеточки, когда у нашей хозяйки вновь на бекрень съедет голова. И она лишит нас питания. Поэтому на всякий случай все, что она кушает, мы все запасаем. Вот чтобы этого не было, чтобы ваши клетки на вас не обижались, пожалуйста, кушайте более-менее регулярно. А завтрак так уж точно обязательно. Без углеводов есть не хочется, можно есть даже один раз в день, но вес ушел только первые полтора безуглеводных месяцев. Но теперь вес стоит уже месяц. Энергии нет вообще. Постоянно сплю после еды особенно. Стелла, нужно знать ваше соотношение веса-ростовое. Надо ли вам еще стройнить дальше? Потому что я иногда сталкиваюсь с девочками, которые рост 1,60 м, вес 55 кг, и она имеет талию 65 см, и еще что-то умудряется из себя выдушивать. И я спрашиваю, а вы с какой целью? Вы куда идете? Вы хотите иметь 48 кг веса и бренчать костями? Вы хотите быть костлявой и некрасивой? Вот у меня такие вопросы. То есть иногда девушки бьются за последние 2 кг. Вот прям бьются за последние 2 кг, даже если это уже не приводит к улучшению эстетики. Значит, смотрите, если совсем нет энергии Стелла, что мы можем добавить? Мы можем добавить, это я наперед уже забегаю, я вам все это объясню. Вы можете добавить гарниры, которые имеют низкий гликемический индекс, где-то до 40-50. Это может быть киноа, это может быть гречка, это может быть черный рис, или черный рис в перемешку с басмати, это могут быть все бобовые. Добавьте вот это, и скорее всего самочувствие наладится, а вес прибавляться не будет за счет жира. Подруга Накета запорола почки. Ну давайте тут только о нас говорить, да? У меня завтрак в 11, перекус с фруктами в 14 и ужин в 16-17. Так, тиротоксикоз хочу есть всегда. Да, тиротоксикоз решаем у эндокринолога, потому что там нужно антитироидные препараты использовать, да, Оля? Вот, и вы скорее всего худоватая, да, худенькая, потому что организм сжигает все. Поэтому, скорее всего, у вас только белковый завтрак, а все остальное, режим питания пока не меняйте. Как понять, что ты хочешь есть? Сосет желудок, это и есть голод. Да, хорошо, что Марина этого не понимает. До чувства голода можно кофе без сахара утром. Можно, конечно, можно. Многие девочки, они гипотоники, мальчики тоже, кстати говоря. Это когда тонус венозных сосудов недостаточно, ну, недостаточный, низкий. Вот, и не только венозных, но и артериальных. И тогда не включается мозг, постоянно что-то, ну, короче говоря, чтобы проснуться, чтобы открыть глаза, нужно выпить чашечку кофе. Ну, может быть, я не отношусь к таким людям, я норматоник. Ну, все-таки, вот смотрите, мой утренний турецкий кофе, он еще здесь со мной. Это совсем чуть-чуть. А вот, это душистый приятный напиток, который открывает мой день. Если вы так любите, пусть так будет. Или чаек, или чаек. Он тоже имеет кофеин и тоже приводит кровеносные сосуды в тонус. Утренний чаек и кофеек мы, конечно же, оставляем, если вы их любите. Так, давно брала углеводы и сладкое. Гликирный гемоглобин вырос с 4-х, 45-ти до 5-ти, 42-х. Так бывает, когда инсулин не справляется. Светлана, многие люди, напишите, Светлана Голубева, сколько вы лет носите лишний вес? Многие люди 20 лет носят лишний вес и думают, что с ним ничего не происходит. А потом, когда они вдруг уже начинают действительно заниматься этим весом, потому что понимают, что они стоят над прорвой, которые называются сахарный диабет, они начинают заниматься собственным весом. А не тут-то было. Вес иногда идет очень плохо в связи с тем, что высокий уровень инсулина. Высокий уровень инсулина, который не срабатывает. Это тоже про инсулиновый фактор я вам буду говорить. Светлана, как бы там ни было, растет гликированный гемоглобин или не растет, он не должен расти, конечно же. Но если есть поломка углеводного обмена, мы благодарим за все, что с нами происходит и продолжаем идти дальше. Потому что высокоуглеводное питание однозначно изнашивающее питание. А питание, отстроенное по углеводам, у нас целый месяц будет углеводный, спокойно. На самом деле мы раньше погрузимся в тему по углеводам, но потом уже на третьем блоке я вам все-все-все, все выкладки эти дам. Так, дальше. Вес 49, Вера Миронова. Возраст 51. Вот эта вот Вера Миронова еще от себя что-то хочет. Вес 49. Вера, куда вам уже стройнить-то? Ну куда? Смотрите, девочки, все стройняшечки мои миленькие, у которых вес меньше, чем две последние цифры роста. Девочки, услышьте меня! Не гонитесь за сантиметрами, не гонитесь за килограммами, а работайте над реставрацией мышечной массы. Вера Миронова, ближайшее видео, которое появится, если вы на перерождении, которое появится у вас в четверг в ваших рабочих кабинетах, оно будет посвящено развитию мышечной массы. Не пропустите, начинайте работать. И пусть у вас будет всегда вес 50-51 килограмм за счет шикарной развитой мышечной массы. Девочки, мы не хотим маловесить. Мы не хотим маловесить. Мы хотим красивое тело. Мы хотим круто выглядеть. Что тут непонятного? Если бы мы не придумали весы, мы бы не знали, на что ориентироваться. Мы бы ориентировались на зеркала, на то, как нас видят окружающие. И лепите себя. Ведь не только мышцы нам важны, а костная ткань. Это ваша походка. А коллагеновая. Почему я показываю на овал лица? Потому что все хотят идеальный овал лица. А здесь, чтобы не висело. А в бедрах, чтобы не висело. Понимаете, чего мы хотим? Мы хотим кровь с молоком, чтобы у нас прям ткань была красивая. Дочь поддерживает 22 года белковый завтрак. Муж наблюдает. Раньше дочь не ела, а только пила какао. Окей, будем смотреть на результаты. Хелена. 170-78 килограмм. Ну, где-то 8 килограмм еще можно убрать, да? Ирина Богданова. Ну, не глобально, но нужно работать. Спокойно, просто идем и работаем. Весь день хожу как сонная муха, поэтому приходится пить кофе. Так, дальше. Это просто про кофе я уже говорила, да? Так. Валентина Маркова. Вес 80. Ну да, есть над чем работать, Валентина. Спокойно, спокойно. А вот смотрите, если человек работает вне коллектива, то у него есть настроение, он соблюдает. А потом он говорит, ой, у меня там что-то слетело, ко мне приехали гости, ко мне приехал ребенок или еще чего-то, и у нее все слетело. Что у нее слетело? Она слетела с катушек, в смысле. Она пошла опять есть углеводы. Когда вы в группе, я вам серьезно говорю, посмотрите, какая у нас хорошая группа собралась. Прям хорошая. Ну, нельзя сказать, что я уже прям во всех сразу влюблена. Я вам в любви признаюсь, когда вы мне дадите первые крутые результаты за месяц обучения, прям вот, может быть, фотографические, может быть, в словах. Вот. И я пойму, что вы работоспособная группа. Но когда вы работаете в группе, вы уже точно не слетите. Особенно эти девочки, которые на правильные пакеты себе купили, и они сейчас в Телеграме, и там очень бурное обсуждение. Я не успеваю читать чат в Телеграме. Я вам серьезно говорю. Я когда там, ну, когда уже будет больше у вас информации, я уже начну посерьезнее включаться. Сейчас прям не могу это съесть все мое жизненное время. Итак. Хорошо. Начала молодеть только две недели назад. Результатов пока нет. Пока за шоколадку Родину продам, но уже совсем в маленьких дозах. Это для меня подвиг. Берите, Римочка, только экстра черный шоколад. 75%. Девушки, попробуйте. Мы шоколад иногда, вот на стрессе, я видела одного человека, который берет шоколадную конфету, кладет в рот, сделал два жевательных движения, проглотил. Берет тут же вторую, кладет в рот, два жевательных движения, проглотил. Я видела, как это делает человек. Он это делает неосознанно. Он смотрел что-то в тот момент в ютубе и жрал эти конфеты, понимаете? А вы возьмите одну пупочку черного шоколада, гликемический индекс 322, кто не знает, что такое гликемический индекс, очень скоро вы об этом узнаете, и катайте во рту. Вот почувствуйте вкус, почувствуйте горечь, почувствуйте сладость. Мы же так любим сладкие рецепторы свои раздражать. Вот. Я тоже, знаете, моя история, я врач-кушер-гинеколог, генетик, и когда я работала генетиком, у меня на каждую семейную пару было полтора часа, то есть я могла пять семейных пар принять в день, а у меня в столе лежала шоколадка. Я знала, бахтина, нельзя жрать шоколад в таких объемах, но каждый раз, утром, приходя на работу, я закладывала эту шоколадку себе в стол и отпускала первую семейную пару и брала себе, отламывала три пупочки, там пять пупочек, пять на три, вот 15 пупочек, три пупочки себе отламывала и быстренько сжирала, а потом шла за новой семейной парой, приглашала и с ними полтора часа работала, только они за порог, я следующие три пупочки, вот так вот, такая сладкоежка была, вот, и родину продам, да, и имела все болезни, которые, ну, по крайней мере, связаны с грибами, вот, все пройдет, все пройдет, это еще углеводные качели, кто не хочет завтракать, тот нездоров и плохо спит ночью, утром должен быть отличный аппетит, ну, душа и нуля, давайте будем делать так, мы все немножечко разные, и надо уважать конституцию любого организма, я давно работаю со здоровьем, я работаю давно с высокозарабатывающими, активными по жизни, людьми, которые имеют высшее образование в тех сферах, о которых я даже не знаю, но в общем, это очень серьезные, очень прокачанные, продуманные люди, и я просто очень счастлива, когда я вижу вас наяву, вот, и я точно знаю, что каждый организм немножечко свой, и я с огромным уважением отношусь к этим организмам, поэтому, когда мы делаем какие-то изменения, мы следим, нам это изменение в плюс, берем, нам это изменение в минус, не берем, понимаете, все очень просто, и у нас целых 9 месяцев для многих из вас, им вы точно отследите, какой продукт вам хорош, какой нехорош, какая тактика поведения хороша, какая нехороша, вот и все, не бывает всех одинаковых, на завтрак очень часто яйца подходят, овощи, да, кофе, бегу на работу на 8, ем на работе 9-30, не сидячая работа, 61 год, вес 67, рост метр 65, отлично, вы в хорошей форме, вы в хорошей форме, флора, так, в каком количестве брать, все, подождите, у меня опять все, не все слетело, но я, сейчас, дочитаю, девушки, и пойдем дальше, повышенный, это уже вопросы про моноциты, подождите, мы жалуемся, мы жалуемся, жаловаться мне надо, красивое слово, а, вы уже давно не жалуетесь, да, хорошо, я так понимаю, все пожаловались, я всем ответила, всем пожаловались, все пожаловались, значит, какая редакция по завтраку, если вы заставляли себя завтракать, сразу после того, как проснулись, попробуйте все-таки походить, погулять, и дождаться, когда придет чувство голода, и используйте завтрак, тогда, когда приходит чувство голода, а не сразу, и посмотрите, как это будет за неделю, завтрак в любом случае, оставляем высокобелковым, и низкоуглеводным, для того, чтобы дать строительный материал, хорошо, следующий момент, скажите мне, пожалуйста, вот было очень много позитивных моментов, таких, как вы думаете, кто сегодня, самый мощный результат, на этой неделе, сделал, у кого больше всего, самый крутой результат, можете мне сказать, вот я помню, там минус 2,7 килограмма, минус сколько-то объемов талии, у кого самый крутой результат, обозначьтесь, пожалуйста, кто, вот смотрел чат, и видел, у меня-то больше, у меня-то лучший результат, кто, кто такой, скажите, кто понял, что у вас круче всего, а минус, минус килограмм, у кого круче, девочки, это надо было, я поняла, это я сразу после первого блока, буду делать, Марина Дубровская, минус 2,4, у кого круче, у кого круче, девушки, это мы батл в килограммах устроили, можно батл в сантиметрах еще устроить, крутой результат, наверное, у тех, кто убрал в объемах, да, я согласна, круче результат, у тех, кто убрал объем, 4 сантиметра в талии, у кого круче, так, 2,3, вот, Марина Дубровская, у кого-то был 27, я тоже помню, Ярослава, у вас 3 килограмма, а теперь сантиметры, скажите, значит, самый большой результат, Марина, Марина, 4 сантиметра в талии, или кто-то перебьет, или кто-то перебьет, и самый большой результат, 3 килограмма у Ярославы, или кто-то перебьет, или кто-то перебьет, живот минус 6, мёдра минус 5, Лена, отлично, не обязательно с талии должно уходить, но талия самая ценная, это длина жизни, 57, рост 1,58, минус 2 сантиметра в талии, понимаете, да, какие самые крутые результаты, минус 2 килограмма, 5 сантиметров в талии, любима, любима, ой, Людмила Дороган, хлопаем, Людмила Дороган, 5 сантиметров в талии, 2 килограмма, шикарный результат, Людмила Дороган, напишите, пожалуйста, что вы для этого сделали, отдайте девочкам обратную связь, 2 сантиметра 3, 3 сантиметра 4 в объемах, 5 сантиметров в талии тоже, отлично, Нина Середкина, отлично, о, 8 сантиметров, Оля, за неделю, это очень круто, это очень круто, наверное, Оля Кулякина, если это результат за неделю, то Оля Кулякина, 8 сантиметров, я, честно говоря, мне верится с трудом, у меня за месяц такой результат получается, обычно, Оля Кулякина, напишите, что вы для этого делали, ага, нет, 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 за недельку, за недельку, все мы честно, за недельку, да, 1 сантиметр в талии, минус полтора, понимаете, а теперь внимание девочки, мы идем с вами физиологическим путем, существует физиологическая потеря веса, 2,5-3 килограмма в месяц, а также физиологическая потеря в объемах, это где-то 3 сантиметра в месяц, если у вас получилось круто сейчас, классно, просто продолжаем наблюдать, просто с любовью к каждой клеточке, хорошо, это обязательно, потому что, если будете к себе требовательными, но не будете себя любить, то результат может и отвернуться, результат может и отвернуться, так, хорошо, теперь, теперь самое интересное, да, теперь нужно мне провести блок вопросов, и ответы, давайте, ну что, отмашку даем, давайте по вопросам теперь работаем, вопросы, любые вопросы, давайте, готова к любым вопросам, ну, на самом деле, у меня-то есть заготовленные вопросы, давайте, вот те вопросы, которые девочки задавали в чате телеграм, это у нас называется, вопросы недели, вопросы недели, буду вам отвечать, скажите, пожалуйста, головные боли, головокружение, слабость, это нормально, или слишком быстро отказалась от сахара, и углеводов, слишком быстро, потому что инсулин, он продолжает быть высоким, инсулин продолжает быть высоким, а если он высокий, то он берет глюкозу из крови, и быстро запихивает по клеткам, и соответственно, эта ситуация приводит к тому, что нет энергии, вы же перестали давать большое количество углеводов, как раньше, раньше много давали, сейчас меньше, нет энергии, может быть, вот такие головные боли, головокружение, поэтому мы меняем только завтрак, только завтрак, как объяснить повышение холестерила, красная зона, период 9 месяцев, значит, смотрите, по холестерину, мы сейчас с вами вообще не общаемся, я знаю, что вы сдали анализы, напишите, пожалуйста, плюсики в чат, кто девочке сдал анализы, кто сдал анализы, напишите плюсики в чат, и я знаю точно, что вы можете быть напуганы, потому что, да, 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 пишите, пишите плюсики, я знаю точно, что вы можете быть напуганы, потому что вы никогда не видели, к примеру, своего холестерина, потом, у меня высокий холестерин, боже, все, 3 сантиметра до смерти, нет, 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 вы просто раньше жили с этим высоким холестерином, но не знали, что он у вас высокий, мы с вами обязательно дойдем, да, на 4 месяц только занятия, мы дойдем до этого высокого холестерина, мы все посчитаем, я вам расскажу что он не столько враг сколько друг и теперь ответ на этот вопрос ребятам уровень холестерина не зависит от пищи если бы он зависел от пищи мы позже все ходили с нормальным уровнем холестерина потому что 20 лет подряд нам обезжиривали питание вложили каждому доктору в мозг обезжиривание в питании каждому в доктору этот каждый доктор всю свою профессиональную жизнь и деятельность пропагандировал обезжиривание пищи и это еще не закончилось это еще не закончилось поймите и теперь и теперь а когда вы поменяли питание вы ждете что уровень холестерина поменяется нет уровень холестерина поменяется только тогда когда вы снизите остроту тихого воспаления в своих телах для этого у нас есть огромное количество технологий огромное каждый блок информационный это новая технология новый вход в здоровье и новая закрытая дверь для болезни поэтому вот такой мой ответ по холестерину это очень большая тема нереально большая тема вот дальше программку для подсчета количество белков углеводов клетчатки будет проще составлять меню это вызов за забегаете наперед а я люблю конечно все эти программы но я их не люблю я прошу сначала научиться думать своими мозгами я вам дам таблицы я вам многие из вас уже имеют таблицы но я еще вот это через недельку будет я вам выдам таблицы и мы сначала научимся пользоваться таблицами вы их распечатайте повесите себе на на холодильник и только когда у вас таблицы будет вот вот здесь вот уже вот тогда я может быть посоветую вам программку ну собственно чем не за вам советовать скачайте любую программу которая вводишь продукт она она вам говорит сколько там белков жиров углеводов и калорий просто они запутывают эти программы очень часто не содержит гликемического индекса а мне нужно чтобы вы знали гликемический индекс поэтому пока преждевременно после плотного низкоуглеводного завтрака с пукас корроткое время снова снова хочется есть с этим справиться уже на следующей неделе у вас получится потому что у вас еще высокий уровень инсулина инсулин прибрал глюкозу по клеткам глюкоза в крови стала очень низкая и хочется именно углеводно под подзаправиться это вы еще не остановили углеводные качели подскажите дрожжи нам подходит в продуктах пытаюсь найти лаваш для обеда сына но они с растительными маслами которые елена не рекомендуют либо на дрожжах если растительное масло то нам подходит такой лаваш а если растительный жир нам не подходит такой лаваш тоже буду объяснять почему в штат транс изомеры жирных кислот дрожжи хлебопекарные прессованные вычеркиваем пивные дрожжи оставляем да то есть не все дрожжи они вредны но те дрожжи которые выдумал человек культивирует их в ядовитых условиях дрожжи хлебопекарные прессованные возьмите свой хлеб и найдите как это пишется дрожжи хлебопекарные прессованные вот это не должно быть в лавашах хлебах и в других изделиях цельнозерновой это какой это когда берут хлеб то есть берут зерно не обдирают его и не отбивают зародыш вот это цельное зерно потом его надо помолоть это зерно и вот здесь уже все зависит от степени обработки если чуть-чуть перемололи а то это грубого помола нам подходит в принципе такой хлеб из цельнозерновой муки грубого помола а вот а если пыль разбили то все равно нам такой не подходит а есть действительно с добавлением зерен до проращенные зерна еще лучше потому что когда зернышко прорастает она использует крахмалистую пустышку это уже низкоуглеводное зерно фактически до переходя на низкоуглеводное питание отказалась от хлеба четыре месяца назад а сейчас когда позволяю себе съесть кусок у меня сразу вздути начинается пробовала разные дрожжевой бездрожжевой ржаной как исправить ситуацию а ну а я этим пользуюсь на самом деле потому что люди интересные создания они достигли результата поставили себе галочку и все сказали теперь все теперь мне можно опять жрать все подряд а ваша ферментативная система не такая ваша ферментативная система говорит если мне не нужно большое количество ферментов под названием амилазы я лучше не буду так много мило сделать я сделаю протеаз побольше чтобы белок хорошо переваривался или пас побольше чтобы жиры хорошо переваливались то что хозяйке кто-то подсказал строить себя строить себя строительного материала дает много вот я и буду его переваривать а дармовой энергии дает мало зачем тебе много амилаз я буду делать мало амилаз и тут хозяйка с чего-то вдруг вздумала нается наезд со хлеба раньше не ела уже четыре месяца мило и тут вдруг решила да и это было много этого хлеба для такого количества ферментов или впускайте этот для вас уже новый продукт по чуть-чуть или ждите пока вырастет количество ферментов мы будем воспитывать свои ферменты уже начиная завтрашнего занятия но я не думаю что если вы героически работали с остановка углеводных качелей вам опять нужно заходить на хлеба смысл тогда было начинать вот объясните мне пожалуйста смысл тогда было начинать подскажите когда человек переходит с низ углеводного питания на белково большей степени как организм на это реагирует если организм плохо переварить белки как ему помочь и как знать что организм с ними полностью справляется оставайтесь с нами не переключайте в этот четверг вы получите первое контентное видео на эту тему и а внимание это будет очень мощная информация поэтому не бросайте сразу на белки потому что у меня я знаю как эта информация работает на людей в этот четверг придет то видео которое переворачивает понимание о пище и о собственном теле и люди просто набрасываются на белки начинают их есть два раза больше я предостерегаю не делайте этого мы будем весь этот блок заниматься до перевариванием пищи просто забегаете наперед подскажите пожалуйста при атрофическом гастрите белки жили переварится с большим трудом сейчас меняется питание в сторону увеличения белков и нужно с каждым прием пищи помогать ферментами если вы это умеете делать уже начинаете помогать да значит ли это что ферменты нужно будет пить постоянно нет и если возможность победить атрофический гастрит да слава богу пока мы живем мы можем себя перестраивать чем можно помочь ведь этот стиль питания останется навсегда да мы во-первых тихонечко заходим стиль питания и наша ферментативная система успевает перестроиться потому что тело она вообще ну шикарно устроена это идеальный механизм просто невероятный механизм ты начинаешь от него немножечко другого требовать и он перестраивается начинаешь плавать появляется мышечные мышцы начинаешь танцевать зумбу появляются ножки попа а вот начинаешь есть белки и жиры чтобы строить свое тело не передозировка просто чтобы строить своего тела и вы начинаете понимать что так уже лучше переваривается больше уже не воняет не тонет не пачкает но в общем вот это вот все я вам расскажу в ближайший четверг скажите пожалуйста как наш организм реагирует на сахарозаменитель на бемистевию манитол инсулин тоже выделяется стевия это не пищевой углевод это углевод но он не дает глюкозу в крови и когда люди кушают стевию а через два часа проверяют уровни глюкозы в крови он остается нормальным из всех сахарозаменителей я люблю только стевию потому что она не только сладкая но и полезная налаживает нормальную микрофлору в ротовой полости там полезные бактерии только остаются ухаживать за поджелудочной железой стевия это просто нереально хорошо дальше все остальные сахарозаменители я их не люблю потому что наша задача не обманывать наша задача не подсовывать что-то сладкий сладенькая понимаете наша задача перестроить сосочки прям на языке наша задача сделать так чтобы у вас поменялись пищевые приоритеты тогда вы не будете никогда в жизни хвататься за сладкое мучное и дрожжевое поймите все люди будут есть мусорную еду убивающую их а вы будете совсем другим человеком вы будете выбирать то из чего себя можно построить и так инсулин на сахарозаменители не выделяется глюкоза от сахарозаменители в кровь не идет но все равно это психологической даже точки зрения неправильно давайте идти правильным путем просто мы будем делать так чтобы хотелось чего-то другого специально ну как бы насильно не получится а потихонечку ну-ка за три за шесть за девять месяцев у вас полностью перестроиться при приоритету питания у меня в крови высокая мочевина доктор сказал исключить белки особенно животного происхождения как мне правильно завтракать заранее спасибо завтрак вы точно можете перестроить в белковом направлении доктор ну не все доктора понимают что наше тело не всех доктора помнят как выглядит наша клетка это двойной слой жиров двойной слой жиров со встроенной молекулы молекулы белка я вам это буду говорить на ближайшем видео в четверг и у докторов это вылетучивается из головы такое впечатление что они никогда не учили анатомию физиологию что тогда ваш доктор предлагает перевести вас на углеводы а теперь внимание есть пентоза фосфатный путь расщепления глюкозы и конечным продуктом этого пентозно-фосфатного пути расщепления глюкозы является мочевина поэтому тот человек который передозирует углеводы в своем питании получает высокий уровень ура мочевины в собственной крови вы попробуйте убрать крахмалистые углеводы и просто добавить белковый завтрак и через месяц проверьте пожалуйста уровень мочевины я не могу гарантировать что он станет в норму но я могу гарантировать что ваше тело скажет вам спасибо ибо получила строительный материал остановила углеводные качели и начала получать нам на три тонны меньше крахмалистых углеводов food enzymes как долго можно ли нужно пить у меня уже банка заканчивается результатов пока нет ну надо результаты понять как отслеживать мне как бы нужно чтобы вы мне на пять вопросов ответили это уже у нас будет следующих эфирах да вы мне будете по до перевариванию на пять вопросов отвечать и других людей сможете точно также контролировать если food enzymes не помогает значит вы слишком много кушаете этого белка значит уменьшаете количество белковую компоненту каждого приема пищи сделайте минус 10 грамм по каждому приему пищи и добавьте те же самые пищеварительные ферменты и тогда они уже сработают кей так как определить что белок усваивается оставайтесь с нами в четверг вы получите контентное видео где все это будет на следующий как лучше усвоить белок то же самое девушки отличные вопросы это значит что вы в теме но я тоже в теме и я выдаю видео за видео по четвергам пожалуйста вашем рабочем кабинете появится это новое видео скажите пожалуйста почему после приема дикого ямса нарушился менструальный цикл после отмены все восстановилось может неправильно принимала мне 42 учитывается ли при приеме фазы цикла как правильно принимать эту травку не ваша не ваша просто я обожаю дикий ямс он мой 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 у меня подписывай на ней на нем нет у меня циститы на нем закончились у меня прям ткань по-другому выглядит на нем в общем и цикл регулярно но не ваша просто так бывает вот стал человеком подходит а двум не подходит поэтому просто убираем этот дикий ямс попробуйте секс попробуйте другую травку или например и все сдан кого кто не понимает о чем я говорю спокойно у нас с вами 9 месяцев и у юрий гончаренко он сейчас в чате и если вам нужна ссылка на нсп пожалуйста заберите у него ссылку на нсп ничего пока не покупайте просто зарегистрируйтесь почитайте если вам прям ней не не имется коррекцию женского гормонального фона делать например диким ямсом спокойно значит на диком ямсе никаких за привязок менструальному циклу а потому что дикий ямс предшественник прогестерона и первая фазе из него делает немножко эстрогенов дополнительных а во второй фазе из него же а он остается прогестероном поэтому по одной два раза или по две два раза правильно но не для вас вам он не подошел в интернете много разных таблиц у елены есть отработанные варианты елена можно их добавить к следующему уроку если хотите таблички по содержанию белков жиров и углеводов конечно я добавлю их к следующему же уроку вы распечатайте будете пользоваться без всяких вопросов вопрос по подарку как правильно принимать дикий ямс рассказала до рассказала кальций магний хилат дикий ямс по 1 2 раза или по 2 2 раза кальций магний хилат по 2 2 раза он так называется кальциум магниум приемов витаминов и добавок именно что и когда до после с едой что утром что перед сном какие можно комбинировать мы еще с вами типа ничего не знаем о добавках это аж вторая часть цикла когда вы захотите стать нутрициологами я вас очень прошу первые полгода давайте просто едой мы можем сделать чудо просто на еде и на умеренной физической нагрузке в удовольствие прям чудо мы с вами можем сделать понимаете а если сейчас все намешать вы не поймете это кто что работает это ваше грандиозно простроенное питание или это какая-то какой-то хром хилат например да я очень люблю биологически активные добавки высочайшего качества если надо я вам все это дело порекомендую но пока не торопитесь если уже поторопились и уже чего-то кушаете смотрите на информацию на этикетке все биологически активные комплексы в основном бьются с едой все витамины все минералы кальций органическую серу все с едой женские травки все с едой мы используем зачем почему с едой да очень простая причина это все должно в пище находиться но так как пища сейчас промышленная там не находится этого поэтому обогатители питания так ними относитесь но это не основное лена расскажите о совместимости продуктов с вашей точки зрения это знаете какая тема будет вот сейчас вы получите контентное видео по белку а потом мы будем строить рацион и там бы всю совместимость логику сразу поймете сразу считаете у вас ни единого вопроса не останется я знаю что я сейчас готова ответить на 654 вопроса главное чтобы вам было интересно это слушать но я также знаю что два часа обучения этому вопросу намного ценнее чем 600 часов ответов на бесконечные вопросы когда человек не понимает логики я отдаю логику и у вас отваливаются вопросы но если они все равно приходят я все равно на них отвечаю так в чем разница между весом тела и массам те массы тела нет разницы вешу 60 килограмм оптимальный вес 54 58 то есть вам где-то 2 килограмм чека нужно и убрать а если нет недостаток и нет есть недостаток индекс массы тела то есть фактически если по индексу массу тела у вас недостаток то вам не килограмм нужно убирать килограммы вам не нужно убирать работаете над увеличением мышечной массы наша программа подходит всем девчонкам которые хотят построить наша программа подходит всем девчонкам которые что хотят сделать красивыми стать слушать их зачем бренчать костями если можно быть просто простроенной красивой молодой в любом возрасте девочкой пожалуйста это же программа вот которая у вас четверг пойдет по белку она вам построила простроит и мышечную массу в общем девочки не пропускайте так дальше вопрос по паразитам грибам нужно ли избавляться будем избавляться будем давайте не сейчас у нас сейчас серьезные разборки по питанию которые принесут нам крутейшие результаты поэтому не сейчас давайте мы это отложим до соответствующего блока он у нас номер 4 5 5 5 6 блок у нас вот по паразитам по грибам и так далее дочь 8 лет 25 килограмм не съедается точно норма белка то конечно 80 то грамм да как чем компенсировать недостачу в деткам не лезем деткам предлагаем дед где так учим использовать высокобелковые нормальные продукты чтоб детка ела мясо рыба птицы чтоб она любила творог чтоб любила яйца чтобы хорошо относилась к бобовым а вот у меня бабушка интересно воспитывала она она не относилась к кончиками булочкам как к еде сядь поешь а потом уже можешь там пончик и булочку съесть вот примерно так и ваша задача чтобы ваш восьмилетний десятилетний пятнадцатилетний ребенок пробовал как можно больше различных продуктов различных полезных правильных продуктов высокобелковых низкоуглеводных чтобы у него пищевой пищевые интересы были широкие то что я помню себя я начала нормально есть только когда замуж вышла и когда стала сама готовить а так я ела только извините кашу и котлету больше мне ничего не предлагает и не рекой и какие-то огурчики все это очень одна однобокая очень узкое питание как бы ни старались моя семья как бы ни старалась а это обеднение наших внутренних сред по витаминам минералам сейчас очень плохая тенденция в обществе людей загоняют в какой-то очень узкую 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 узкий коридор питания в котором можно только капусту брокколи и куриную грудку фактически молоко убирают из рациона мясо видите ли это убиенные животные что там посленовые потому что там еще что-то содержится и в общем наш рацион очень сильно сужается не идите по этому пути клетки они ни в чем не виноваты это хочет германии этот чуть-чуть молебдена хочет а это вот клеточка хочет марганца чуть-чуть и чтобы это все взять пища должна быть разнообразной я согласна с однообразным завтраком но я не могу согласиться с однообразным ужином ужины у вас есть возможность их приготовить делайте разнообразными варианты ужинов у вас тоже будут дайте мы туда дойдем так и к ребенку с 80 граммами белка не приставать я честно говоря думаю это минздравовские данные что это слишком много и что это перед при перебор прям какой-то скажите пожалуйста можно ли добавлять к завтраку кефир со трубями конечно особенно если кефир вы сделали сами на домашней заквасочки из молока который скисает отруби это очистка кишечника это витамины группы b грубое пищевое волокно шикарный вариант так но тут делятся замерами отлично отлично потом на этой неделе пила достаточно воды давайте-ка попьем воды поэтому что-то сдвинулась кстати давление нормализовалась а была низкая выпьем воды девочки откликнитесь у кого цель набрать мышечную массу поставьте пожалуйста в чат у кого цель набрать мышечную массу троечки поставьте что вы делаете второй вопрос у меня не до переводится белок это мы с вами разберем уже на следующем контентном видео я вам выдам прям механизм наращивание мышечной массы троечки поставьте в чат чтобы вот все девочки кому нужно наращивать мышечную массу увидели друг друга и мы возможно сделаем подразделение в академии здоровья в нашей с вами академия здоровья это будет народная академия здоровья у кого лучше всего получится набрать мышечную массу станет деканом факультета набора мышечные массы костной массы и коллагеновой массы я прям вот хочу увидеть человека который лучше всего начнет консультировать людей по набору мышечной массы при приеме хлорофилла стул зеленый это ненормально это ненормально делайте меньше разведений еще меньше разведения кроме ощелачивания он является продвигатором белковой пищи он не продвигает белковую пищу по что там нет нет грубого пищевого волокна хлорофилл производства инспи это белок который так и называется хлорофилл или хлорофилин он не продвигает но он классно забирает токсины из крови клетчатку кушать дополнительно да у меня по результатам недели так ну ладно результаты мы уже читали давайте я только вопросы я уже заканчиваю потом перейду к вопросам в чат ребята елена нужны нам нужны продвигаторы что такое продвигаторы это грубое пищевое волокно которое какашки продвигает к унитазу а это овощи для продвижения по жкт что белок не застрял и не дал аутоинтоксикацию точно обязательно сыр и нет не обязательно сыр и есть желудочно-кишечные тракты которые так пукают от сырой капусты а так прям разносит от сырой капусты поэтому можете есть тушеные кушайте тушеные можете есть сыр и кушайте сыр и можете сделать то тушеные то сыры нам подойдут любые овощи но не крахмалистые корнеплоды картошка не наша не наша продукт картошка можно ли а овощи слегка обрабатывать можно другой тип продвигаторов это отруби это грубое пищевое волокно а вот хорошо как продвигатора работает фрукты да там же тоже много грубого пищевого волокна но фрукты забегая наперед переносим в первую половину дня это перекус между завтраком и обедом чтобы фруктозу успеть сжечь с тех пор как так 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 с тех пор как исключила углеводы из своего завтрака и оставила только белки плюс клетчатка виде салата начались запоры это что такое это передозировали вы белок значит количество белка редуцируем делаем минус 10 грамм может даже минус 20 минус 20 то много для белка минус 10 грамм то есть если было 30 делайте два яйца и сделайте еще больше салатиков если салатики не помогают значит давайте себе грубое пищевое волокно в виде разрешенных каш пока это перловка пока это черный бурый рис черный рис дикий рис вот и это может быть бобовые вот попробуйте вот этими тремя видами дать дополнительное количество продвигаторов потому что видимо салата вам не хватает помидорчики очень много водички содержит и мало клетчатки огурчики много водички содержит и мало клетчатки поэтому добавьте вот этих гарниров пусть это будет 2 3 4 столовых ложки чтобы наладилось чтоб не было запора кстати почему-то вы на запоры не жаловались а я ждала что вы будете жаловаться на запор и такое часто бывает на этой фоне вернулась фиссура участились головные боли слабость вялость я пью суточную норму воды по вашему методу попробовала заменить на белковый коктейль скрепила еще да вы вы сложно относитесь к белкам но спокойно вы начнете лучше к ним относиться просто надо идти медленнее что можно подкорректировать чтобы избегать таких осложнений вот я ответила да ответила и наверное тут два последних вопроса 3 так можно ли в завтрак включать фрукты с низким гликемическим индексом их лучше выделить в отдельный прием пищи между завтраком и обедом да даже если ваши фруктики имеет гликемический индекс ниже 40 почему потому что потому что наша задача не запустить углеводные качели на завтрак поймите да но если вы кушаете какой-нибудь там творожок вы можете в творожок добавить ягодки они все имеют гликемический индекс до 40 и это не будет углеводный завтрак но это будет очень вкусный творожок да сделайте это пусть ваш завтрак будет очень вкусный мы с вами должны отрепетировать очень вкусные завтраки нереально вкусные обеды и еще более вкусные ужины и при этом при всем есть и стройнеть мечта идиота чтобы такое съесть что построить а мы эту мечту превратим в жизнь подскажите как полезнее заморожен замораживать овощи перец кабачок на зиму свежий или уже запеченный вообще вопрос не ко мне никакими заморозками не занимаюсь серьезно но есть сейчас морозильные камеры где можно шоково заморозить очень быстро овощи если вы задали этот вопрос в эфире телеграме скорее всего вы получили ответ уже до лена есть такое понятие кушать слоями например у вас тарелки салатик гарнир гречкой какой-нибудь белок можно кушать это все смешано да мы обязательно белок комбинируем с салатиком если этого недостаточно и какашки нерегулярные то добавляем разрешенный гарнир гарнир который очень-очень не крахмалистый но очень клетча точный еще раз говорю это может быть ой ну подскажите я уже все а бурый черный рис это может быть перловка она прям вообще очень такая тугая а вот и это может быть бобовые бобовые там нет крахмала в бобовых но там например чечевица нут но там растворимое грубое пищевое волокно так один кусочек салатика потом белка или по правильнее сперва кушать весь салат потом углеводы потом белки ну вот в одной тарелочке все можете скушать скажите пожалуйста как сочетается между собой бады и на спи что лучше принимать с утра и что вечером вы берете свою ладошку красоты как вы пока ее понимаете и кушайте с приемом пищи единственное что нужно использовать отдельно от всех приемов пищи это локло грубое пищевое волокно локло потому что локло на себя собирает токсины соли тяжелых металлов ради нуклеиды и вашу пищу чтобы но не был бесполезный прием пищи все это вы будете знать лучше чем я и лучше чем ваш доктор так ну что на вот те вопросы я ответила теперь внимание теперь внимание девицы красавица давайте отвечу на те вопросики которые вот здесь вот возникают если я уже на такой вопрос ответила я его буду игнорировать да и так и так александр только дурак мечтает не стройнить есть люди которые годами пытаются набрать мышечную массу александр и у них не получается и они бренчать костями смотрят на девочек которые имеют жирок понимаете вот это очень большая проблема можно ли на завтрак использовать костный бульон как белковый прием пищи конечно костный бульон два с половиной грамма белка на каждые 100 миллилитров продукта два с половиной грамма белка 200 миллилитров выпили выпили 5 грамм белка себе уже дали тем более что там все необходимые хондропротекторы есть готовы белковые завтраки бады есть карен это называются как и называется белковые коктейли мой любимый нутри берн мой любимый смарт мил но мы пока в них не играем девочки не ищите легких путей мы пока никакие коктейли не играем и не используем ваша задача научиться на нормальных обычных продуктов питания становиться стройняшкой научить этому свою семью своих детей перестроить организм своего мужа чтобы он долго был с вами чтобы он лишился пивного живота а вообще беременным перестал быть а также научить маму какие коктейли ребят давайте ну просто адекватно с нормальной пищи для начала разберемся потом можем уже уже и коктейли добавить если что так можно ли на завтрак есть курицу и рыбу одновременно а знаете иностранцы как извините извините я сейчас никого не хочу обидеть как иностранцы относятся к нам к русским а они не понимают как мы можем есть много в одном например винегрет это как для свинок вот старайтесь за один прием пищи один вид мясо использовать выбрали рыбу значит используйте рыбу выбрали курицу значит используйте курицу они не подерутся но это с физиологической точки зрения вы можете сочетать но это выглядит некрасиво я вам серьезно говорю старайтесь все-таки использовать что-то одно и много-много салатика бурый рис и красный получается крахмалисты их не кушаем они пограничные там гликемический индекс 50 почему нет чувства голода ну и ладно нет чувства голода просто кормите себя от себя не перекармливайте а соблюдайте маленькие приемы пищи два раза в день или три раза в день можно проплатить завтрак картой да не надо его проплачивать вам его сейчас отошлют просто у нас не хватает рук ног и хвостов все это дело отсылать очень большая нагрузка ребята будьте ну как бы как это сказать вводите в наше положение мы все вам отошлем сейчас оксане скажу что потослала надежда кузнецова нужно да так дальше и так все начались технические вопросы начались технические вопросы отлично отлично внимание кто сейчас дождался звездного моего часа я вам сейчас знаете что хочу сказать я хочу похвастаться я хочу вас сейчас вдохновить на то какие вас ждут результаты уже после трех месяцев обучения я вчера просто зафиналили мы с девочками наш трехмесячный курс курс трансформации тела и я прям вчера ночью в полночь собрала результаты мне еще не все результаты дали но этих результатов уже много вот и еще такой момент прежде чем я это покажу было много запросов от тех кто хочет просто красивую фигуру они не хотят эти люди кого-то обучать перестраивать питание в семье они просто хотят красивую фигуру поэтому а мы 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 можем добавить еще места для участия в первых трех модулях нашего курса кто уже не попал на курс перерождения допуск курсу перерождения уже закрыт уже нельзя добавится разве что там несколько мест в 12 часов дня несколько мест открывается вы можете туда еще вскочить я покажу как вскочить вот но мы добавили еще 15 мест на марафон в марафон и сделали не три модуля доступным вам а 4 чтобы сделать полноценный тренинг для тех кто просто хочет построить в рамках марафона не хотят они быть нутрициологом не хотят преподавать это просто хотят построить и назвали этот пакет бразильская бабушка я думаю что вы поймете ну и мою иронию да вот и теперь у вас есть этот пакет по сути это полноценный тренинг на три месяца сейчас я вам покажу что девочки умудряются делать за три месяца так что у вас если цель просто стать стройным за три месяца записывайтесь под ссылку по ссылке в описании бразильская бабушка под этим под этим видео сейчас покажу и всего 15 человек и сейчас действует скидка минус 40 процентов это кто еще не в преображении кто в преображении ничего покупать не надо у вас есть все у вас есть все внимание я сейчас все вам это дело покажу так только переключусь на презентацию ну что вы готовы увидеть результаты моих студенток за три месяца работы вчерашний буквально вчерашний переключаясь это не за три месяца работы екатерина гнуне это девять месяцев работы она убрала 18 килограмм веса но начинала она очень интересно она сначала пошла на и поголодала и за время голодовки ушло какое-то количество килограмм но она голодала видимо не в первый раз и она точно знала что как только она начнет есть сразу будет прибавляться новые новые килограммы поэтому чтобы такого не произошло она пошла на курс трансформации тела и давайте я зачитаю прям ее текст что она написала а вот мои фотографии до и после надеюсь нет уверена что это промежуточный итог в следующий раз изменения будут еще более поразительные пока я похорошила на 18 килограмм это пока в планах еще 13 я начала свой поход за здоровьем и стройностью 9 месяцев назад начинала с голодания потеряла порядка 12-13 килограмм но при выходе из голодания придерживалась низкоуглеводного питания и не набрала обратный вес кстати очень легко и безболезненно получилось отказаться от углеводов даже не ожидала и как раз в это время познакомилась леночка с вами с вашей программы прочла книгу уверена что килограммы не вернулись приведя с собой парочку троечку пятерочку новых это наша с вами общая победа благодарю вас от всей души за то что щедро делитесь своими премудростями кому нравится екатерине поддержим плюсики в чат поставим обратите внимание на эту фотографию еще и осанка поменялась когда у девочки много много веса ближе к передней поверхности туловища тяжелая грудь тяжелая живот то ее и клонит к переди до замечаете и большая нагрузка на шейный отдел позвоночника на самом деле ухудшается мозговой кровоток когда девочка поддавала все лишнее нести себя легче легче себя нести у нас с вами будет блок королевская осанка мы дойдем туда и когда вы уже по стране эти многие из вас войдут в ваши 25-летие многие выйдут из метаболического синдрома и когда вы уже по стране этим мы добьем это стройное тело это тело с королевской осанкой и вы просто вам невозможно будет вас просто перестанут узнавать даже ваши родственники тогда вторая девушка это танечка сивакова боже за три вот тут четко честно три месяца работы посмотрите какая на страняшка красивяшка была на входе и какая на старе страняшка красивяшка человеку 54 года вы можете в это поверить за программу минус 9 килограмм физиологическая потеря веса 6 сантиметров в талии татьяна прям пропагандирует эти знания в своем коллективе и там тоже большое количество результатов кому нравится вы не жалеете плюсиков смотрите на этом месте можете быть вы на самом деле нет предела совершенству но татьяна сейчас уже не думает о потере веса она думает как нарастить коллагеновую часть своего тела костную часть и соответственно мышечную массу следует вот ее большое спасибо за бесценные знания самое главное в жизни каждого человека взять на себя ответственность в первую очередь за свое здоровье не перекладывать это ни на кого а вы конкретно системно даете материал как сделать это наиболее полноценным с удовольствием огромное спасибо результат 9 килограмм 6 сантиметров талии вешу 64 килограмма талия 69 огромное спасибо и еще по всем объемы минус 4 сантиметра и минус размер по одежде если вы будете мерить свои достижения размерами одежды мне будет втройне приятно это значит что вы просто невероятно меняетесь и ей 54 года слушать и 54 год до сейчас про бразильский бабушек подождите дайте мне насладиться моментом вчерашняя выпускница лариса ларисочка из украины 9 килограмм 10 9 сантиметров стали 10 сантиметров в области живота и три месяца работы ровно три месяца работы лариса у нас работает ресторатором у нее несколько ресторанов она работает на кухне в том числе все пробует все пробует и она бит я не знаю лена как мне все это сделать но она перестроилась знаете как она получила этот результат она каждое утро берет с собой смартфон в уши ставит бахтину и идет поближе идет на стадион ходит и слушает бахтину бахтина трещит обычно полтора часа вот и она вот обойдет дослушает меня и идет на работу и идет на работу как вам как поменялось тело как поменялось ощущение от человека посмотрите на это кто хочет также ставьте плюсики а следующий результат мариночка которая живет в германии я люблю когда так документируют результаты я вам в описании под предыдущим видео во первом видео первая неделя я попросила завести себе вот такие рукотворные таблички или такие экселевские таблички заведите их и вы будете видеть результат вы можете чертить график который будет идти вниз по весу по объемам вы можете писать так как это делает марина посмотрите посмотрите каждую неделю она давала результат минус килограмм минус 3 минус 5 потом возврат минус 3 потом опять минус 5 потом минус 17 но в общем всего это чё такое ладно в общем минус 9 килограмм по талии минус 12 сантиметров талии ведь они извините минус 10 сантиметров талии живот минус 7 бедра минус 13 и так далее посмотрите как зарегистрированный результат хотите взглянуть на эту мариночку хотите взглянуть на эту красивую девочку папа вам вот она вот она она мне прислала фотографию когда она была 70 килограмм красавица но когда 61 тоже красавица скажите пожалуйста скажите пожалуйста кто видит что на ней обвисло хоть что-нибудь на ней обвисло да посмотрите она вся прямо лосница вся подтянутая вот как работать надо без потери мышечной массы об этом вы узнаете уже на ближайшей неделе сейчас я себя чувствую как в молодости как 25 легко по лестнице подыматься могу ходить быстро без проблем в общем мир вокруг меняется все по-другому моё восприятие себя самой по-другому я смотрю в зеркало и радуюсь а это девочка из крыма это алёнушка у нее очень сидячая работа у нее совсем нет возможности заниматься физической нагрузкой но она настроила весь свой коллектив за ней и и шефиня шеф и и и ходит с сантиметровой лентой когда они встречаются на перекусах все перекусывают и кушает уже так как говорит алена по что она попросила коллектив девчонки я в программе мне нужен результат мне нужен результат по себе пожалуйста давайте не будем плюшки приносить давайте не будем а хлеба приносить давайте я вам буду предлагать что приносить и коллективе пошли результаты все прям полюбили это направление полюбили так кушать и у аленки такой крутой результат минус 14 килограмм не за три месяца алена начала раньше за пять месяцев работы минус 14 сантиметров в талии и пятьдесят шестой размер разменяла на пятидесятый вот какая аленка это медработник она работает в экспертизе алкогольной экспертизе вроде бы мы должны все знать но я вам серьезно говорю у меня мозг медицинский начал работать только после того как я стала стареть поэтому уважаемые дамы и господа вы ни в чем не виноваты просто в этом не разбираются доктора и не хотят разбираться потому что деньги в медицине за другое платят а мы с вами хотим с каждым годом быть моложе красивее и стройнее это эмочка она не дала свой результат то что она считает что у нее маленький результат маленькая худенькая девочка россии живет 4 килограмма потеряла но талия минус 8 талия минус 8 толстушка не было но теперь точеная фигурка песочные часы 96 70 96 ставьте плюсики кто хочет также 96 70 96 в 25 такой не было она перемахнула свои показатели 25-летие удивительно на пробежке встретила знакомого мужчину очень давно не виделись он не удержался мужчина провел рукой по моей ноге с восхищением до тебе лет 30 и целлюлита у тебя нет а мне ведь 55 благодарю дорогая моя леночка солнечных улыбок твоей жизни в жизни твоих близких и родных фух слушайте ребята если вы хотите дальше я готова я знаете что придумала это не я у меня есть замечательный партнер его зовут олег а вот и он говорит слушайте давайте устроим баттл давайте чтобы люди прям пищали чтобы они каждый день работали чтоб никто не свалился говорю какой батл олег какой батл он меня попросил выделить самый крутой результат а до 20 лет 20 30 лет 30 40 лет 40 50 лет 50 60 лет 60 лет 70 лет и если у меня есть студентки за 70 а у меня есть и мы в каждой возрастной категории сейчас выберем самый крутой результат и попросим вас его переплюнуть попросим вас его прили переплюнуть про настю рассказывать не буду вы это моя дочка вы уже слышали леси я вам тоже представляла 9 килограмм за три месяца это категория 20-30 лет категории 30-40 лет я по я взяла алену но может быть вы были на моих больших тренингах и за три месяца ровно за три месяца сделали какой-то более серьезный результат поделитесь мне нужно вот так вот чтобы я могла вас выставить как эталон и чтобы с вами соревновались вот 40 50 лет я выбрала викторию это моя кума которая смотрите за за два месяца она сделала 17 килограмм за два месяца почему я ее выбрала потому что это самый яркий результат за два месяца а нам нужно за три но я ее выбрала потому что всего виктория сделала 50 килограмм подарила себе к своему 50-летию минус 50 килограмм посмотрите что-либо у нее отвисло что-то у нее не так да у нее все прям подобралось не знаю прям куда делась все шикарно ничего у вас не обвиснет потому что мы защищены адекватным питанием и суточным нормой белка 50 60 лет я решила выбрать танечку танюшу сивакову нашу замечательную фантастический результат это прям бразильская бабушка и она не бабушка еще конечно но прям вот бразильские замашки у нее бразильской бабушки если у вас есть круче результат подарите мне его я переделаю им мы будем с вами кума вообще нереально вот а 50 60 лет я выбрала валентину валечка если вы сейчас в чате я взяла ваш результат за три месяца работы а это 8 килограмм веса и 8 килограмм талии но я знаю что у валентины сейчас уже 15 килограмм веса убрано это к вопросу лена когда закончится программа я наберу назад я вернусь ну к своему первоначальному весу не вернетесь потому что 21 день на проработку каждого навыка извините за три за шесть за девять за 12 месяцев вам просто не удастся вернуться к обычному питанию вот бугрей валентина вот описанный и результат она сначала просто книжку прочитала старости нет а потом а потом еще продолжает работать и до сих пор продолжает работать и уже сейчас минус 15 вот ну и конечно у меня есть 80-летние и 70-летние студентки вот этой студентки галиночки ей 71 год на настоящие это ее фотографии нет повторной я прошу ее чтобы она еще прислала мне таких студентов немного поэтому то не неполный результат она на чтение книги убрала 6 килограмм и получила приз и минус по муше 70 сантиметров талии на данный момент у нее минус 11 килограмм и минус 11 сантиметров талии это где-то за пять месяцев работы вот но слушайте вот если вы сейчас вы сидите и слушаете боже а я и так нормально а у меня и так все хорошо у меня может быть надо два килограмм чека убрать не перебью я никогда эти результаты можете вы сказать и не надо потому что есть куча других каких-то таких моментов по которым вас оценивает как молодого человека это не обязательно килограммы не обязательно сантиметры даже если вы поменяетесь совсем невзначай совсем чуть-чуть у вас но что-то другое придет например смотрите я не голодная ни в коем случае не обожравшиеся я счастлива пусть пока я скинула 6 килограмм веса 7 сантиметров талии но все еще впереди и никто не сдвинет меня с моего пути к омоложению относитесь к этому как к анти-эйдж технологиям понимаете вот тогда будет все в порядке и любите свое тело ну это это продает я думаю что вы уже устали да я думаю что вы уже устали потому что но я могу продолжать долго у меня таких результатов просто невероятное количество смотрите кто сейчас дождался меня ребята которые были в девяти секретах идеальной фигуры у нас уже лимит по времени в прямом эфире то исчерпан но мы запишем я просто отдельно попрошу записать все результаты и мы выложим завтра уже на стене группы интенсива результата вы поймете кто из вас взял главный приз и кто выиграл фактически а вип марафон вип я буду очень счастлива за этого человека и на следующем эфире я его озвучу и приходите теперь четверг ждите от меня новое домашнее задание но она будет примерно такое же новый контентный материал по белку начинаем разбираться наконец со с темой по белку и приходите в следующее воскресенье следующее воскресенье я буду в швейцарии у меня может быть не быть интернета но я всегда решаю эти вопросы если вдруг что-то не так я обязательно ну вам сообщу может быть чуть-чуть время мы сместим но маловероятно я буду делать все возможное и невозможно чтобы выйти в 12 часов и встретить ваши результаты встретить ваши вопросы и дать вам еще больше мотивации и поддержки в этом нашем замечательном деле который называется старости нет вы просто игнорируйте белковый компонент у вашего питания да хорошо до постоянное пользование личным кабинетом постоянно никто же забирать его не будет зачем нам это забирать у вас из личного пользования материалы вы что да настя по мне скучала все плюсики мне в позитивную карму до до кабинет ваш ваш кабинет четверг где резида если вы покупали курс перерождения то у вас есть рабочий кабинет и там есть курс перерождения марафон и там есть все 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 вот эти вот наши домашние наши контентные видео обучающие домашние задания и там комментарии кстати можно писать но лучше комментарии писать в телеграм-чат что нужно сделать чтобы ой александр вот вот это лучше наверное знает ярослава я не знаю так да сегодня уже конец трансляции но вы начинаете самого начала хорошо позитив нереальный классно я добилась своей цели супер а пока пока до новых встреч девочки которые 9 секретов стройной фигуры внимание сегодня завтра вам придет понимание кто из вас вы выиграл а вот этот ваш главный приз а всех жду следующее воскресенье в 12 00 по москве приходите со своими результатами